Интересно, что на протяжении 4,5 миллиардов лет существования Земли ее полюса менялись не один раз. По версии некоторых ученых это происходит потому, что ледовые шапки Арктики и Антарктиды растут, тяжелеют, достигают критической массы и земной шар как бы опрокидывается. И из-за чего в свою очередь меняется расположение его географических полюсов на 30 градусов. Однако четкой модели того, как это происходит, пока нет. Кувырок Земли приносит невероятные силы глобальные катаклизмы. Одни материки опускаются под воду, другие поднимаются со дна мирового океана. Происходит инерционное смещение морей и океанов. Этим можно объяснить мгновенную гибель мамонтов, обитавших в северных районах Аляски, Сибири и других территориях с умеренным климатом. Из-за поразительно низких температур смерть огромных животных наступила так быстро, что в их желудках сохранились непереваренные остатки растительной пищи. Я считаю, что смена ледникового периода и межледниковья происходит взрывообразно. Поэтому вполне закономерно, что она происходит очень быстро, за несколько дней. Сменилось направление течения, сменилось положение литосферных плит. Если температуры опустились ниже 100 градусов, мамонтам не осталось шансов для выживания. Мамонты и бизоны были разорваны на части, скручены так, будто в ярости действовали какие-то космические силы. Животных просто разорвало и разбросало по местности, как изделия из плетеной соломки. Хотя некоторые из них весили по несколько тонн. Со скоплением костей перемешаны деревья. Тоже разодранные, скрученные и перепутанные. Все это покрыто мелкозернистым плывуном, впоследствии намертво замороженным. Что же тогда произошло? Может, это был какой-то чудовищный силой взрыв? Единственным логическим выводом, по мнению французского зоолога Жоржа Кювье, может быть то, что вечная мерзлота не существовала там, где замерзли животные. Потому что при такой температуре они бы не выжили. Страна, где обитали мамонты, замерзла в тот же момент, когда эти создания лишились жизни. Я считаю, что это доказывает наличие глобальных катастроф, в частности от смены магнитных пылесцов, ту модель, которую я пытаюсь предложить. Мгновенное, значит, изменение ситуации. И гибель бьет в результате воздействия солнечного ветра и жесткого гамма-излучения. Все, что на поверхности, погибает. Согласно сообщениям, опубликованным в авторитетных научных журналах Nature и New Scientist, последняя геомагнитная инверсия произошла около 12 тысяч лет назад. Именно тогда погибла легендарная Атлантида. Была еще одна цивилизация, упоминаемая в древнегреческих источниках, которая также исчезла с поверхности Земли. И именно она, согласно версиям исследователей, располагалась на Крайнем Севере. Это знаменитая Гиперборея. Райская земля с пышной растительностью, присущей тропическим поясам. Высокоразвитой культурой людей, обитавших в тех краях. Но и это еще не все. Тогда же произошло событие, описания которого дошли до нас в виде преданий о Великом Потопе. То есть, согласно предсказаниям Эдгара Кейси и новым выводам ученых, в 2021 году может прийти так называемый конец света. То есть, глобальная катастрофа, спровоцированная существенным сдвигом или даже сменой полюсов Земли. Впрочем, дата условная. И катастрофа может случиться гораздо раньше. Она может быть когда угодно, хоть послезавтра. Потому что мы не знаем механизмы магнитного поля Земли и мы не знаем природы инверсии магнитного поля. Изменение магнитосферы, сползание, изменение полюсов, которые сейчас носят прогрессирующий, лавинообразный характер, совершенно неясно. Следующая дата возможной глобальной катастрофы – 2036 год. Судный день может случиться из-за падения на Землю астероида Апофис. Еще в середине 20 века ученые считали, что одной из вероятных причин всемирного потопа могло стать столкновение Земли с другим небесным телом. И история нашей планеты это наглядно подтверждает. В 2004 году специалист Лос-Аламосской лаборатории США Брюс Масса провел анализ 175 легенд и мифов различных народов 40 стран мира, в которых описывается глобальное стихийное бедствие, приведшее к гибели многих существовавших тогда цивилизаций. И в большинстве этих легенд причиной апокалипсиса является огромная комета, которая атакует Землю. Интересно, что в повторение такого сценария ученые долгое время не верили. Однако 14 июня 2002 года астероид, который при столкновении мог бы уничтожить целую страну, пролетел на расстоянии всего лишь 120 тысяч километров от Земли. А два года спустя астрономы обнаружили еще одно небесное тело с диаметром более 300 метров. Этот астероид, названный Апофисом, может пройти на критически близком расстоянии от Земли именно в 2036 году. Столкновение с ним может уничтожить все живое на нашей планете. И Соединенные Штаты, и Канада, и Италия, и Франция, Германия, Англия будет полностью уничтожена. Северные страны, скандинавские, тоже уничтожены. Пострадает, правда, и северо-запад России, Черноморское побережье, но это будет несравнимо с полной гибелью НАТО. В самом конце 20-го столетия астрономам своими глазами удалось увидеть грандиозную космическую бомбардировку с равниапокалиптической. 23 марта 1993 года комета Шумейкеров-Леви, разбившись на фрагменты, атаковала Юпитер. После этого всем стало ясно, что Земля также не застрахована от опасности. Самый последний тревожный звонок прозвенел 15 февраля 2013 года, когда в небе над Челябинском взорвалось огромное космическое тело. По расчетам астрономов, астероид диаметром около 17 метров и массой порядка 10 тысяч тонн вошел в атмосферу Земли на скорости более 64 тысяч километров в час. Спустя примерно 30 секунд небесное тело взорвалось. Разрушение представляло собой серию событий, сопровождавшихся распространением ударных волн. Общее количество высвободившейся энергии составило около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. По оценкам НАСА, это самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году. Ударная волна от взрыва челябинского астероида дважды обогнула Землю. Пострадало около двух тысяч человек. Общая сумма ущерба хозяйству составила около 1 миллиарда рублей. Следующую дату конца света вычислил великий английский ученый и масон Исаак Ньютон. Об этом он написал своему другу в тайном письме в 1704 году. Своё предположение сэр Исаак основывал на библейском тексте, а именно на книге пророка Даниила. Перед своей кончиной Ньютон писал «Библия – это криптограмма, в которой всемогущий зашифровал всю историю Земли». Но в книге пророка Даниила есть несколько намеков на ключи, открывающие некоторые из этих тайн. Первооткрывателю классических законов притяжения, движения и оптики удалось понять, что конца света следует ожидать через 1260 лет после основания Священной Римской империи в Западной Европе. То есть в 2060 году. Какие напасти ждут человечество, Ньютону выяснить не удалось. Однако учёные предполагают, что это будет новый всемирный потоп. А главная его причина – глобальное потепление. Последнее сообщение экологов малоутешительное. Мощные ледники Антарктиды толщиной в полтора километра разваливаются на айсберге. Тает лёд Гренландии и вечная мерзлота Сибири и Заполярья. Исчезают ледники Гималаев, Альп, Тяньшанского и Кавказского хребтов. Побиты рекорды жары за всё время наблюдения за погодой. Причём в России температура растёт в два раза быстрее, чем в среднем по планете. В Австралии жара, обрушившаяся на континент, вызвала самую сильную засуху за последние 115 лет. В центре и на юге Европы от аномально высоких температур горят леса, высыхают водоёмы, гибнут люди. На британских островах из-за ливневых дождей затоплены многие посёлки, сельскохозяйственные и промышленные территории. Тревожит только одно – темп. Вот темп очень сильный, необычное увеличение. Если так будет идти и дальше, Арктика растает, растает Гренландия. А это значит увеличение уровня океана. А значит, Англия половина потопнет, и все наши нефтеносные районы, Ямал, Тимана-Печора, Западная Сибирь покроются водой. Да, и начнёт таять так называемая вечная мерзлота – Криолита зона. А у нас больше 60% России занято этой зоной. Земля приблизилась к критической отметке, после преодоления которой начнутся необратимые изменения окружающей нас среды. Кислотность мирового океана лишь за последние 20 лет увеличилась на 5%. А концентрация углекислого газа в земной атмосфере с начала индустриальной эпохи выросла на 35%. При этом происходит резкое сокращение биологического разнообразия. Исчезают некоторые виды растений и животных. Согласно экспертам ООН, причина сегодняшних аномалий, вызывающих глобальное потепление – парниковый эффект. Заметив эту опасность, ещё в 1997 году был подписан Киотский протокол – международное соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. Казалось бы, сделано полдела, и нам теперь остаётся только закрыть сотню-другую заводов, чтобы остановить потепление. Но неожиданно мнения учёных разделились. И многие из них заявили, что промышленная деятельность человека не является причиной изменения климата на нашей планете. Сейчас весь мир озабочен тем, чтобы сократить число техногенных выбросов в атмосферу. Но можно сказать, что все эти факторы не составляют и 10% от выбросов в атмосферу углекислого газа. Гигантские хребты, которые пронизывают дно мирового океана, постоянно имеют высокую вулканическую активность. И происходят гигантские выбросы газов, с которыми человеческая деятельность просто несопоставима. Но если технологическая деятельность нашей цивилизации не является решающим фактором глобального потепления, то причины, по которым оно происходит сейчас и по которым оно происходило в прошлом, могут быть одинаковы. И одно из них учёные называют Солнце. Дело в том, что предания говорят о том, что это Солнце, наш мир, оно погибнет в огне. Есть одна из версий, что это предсказание связано именно с возрастанием активности Солнца. Снимки солнечной короны, сделанные во время затмения 29 марта 2007-го, показывают, что с нашим светилом произошли явные изменения. Астрономы Пулковской обсерватории утверждают, Солнце разогрелось до такой степени, что наблюдается интенсивное таяние ледников на Марсе. Специалисты Национального центра атмосферных исследований США выяснили, что следующий цикл солнечной активности, который уже начался в 2008-м году, на 50% превысит по мощности последний, и его пик придётся на вторую половину 21-го тысячелетия. Создаётся впечатление, что Солнце разгневалось на человечество и решило уничтожить его. Но имеет ли его активность прямое отношение к глобальному потеплению? Оказывается, и в этом случае учёные дают отрицательный ответ. И дело не только возрастания активности Солнца. Дело в том, что активность Солнца непосредственно связана с состоянием нашей ионосферы Земли. Ионосфера Земли защищает нас от жёстких излучений Солнца, экранирует излишки тепла и как бы гасит его мощное воздействие. Но если наше светило всё-таки не участвует в сегодняшних бедах и не собирается угрожать нам в будущем, то не притаилась ли где-то другая опасность, о которой знали предки много тысяч лет тому назад? Кстати, исследователям, которые нашли и прочитали тайное письмо Ньютона с предсказанием конца света в 2060 году, до сих пор непонятно, почему великий английский учёный ничего не сказал о причине апокалипсиса. Ведь наверняка сэр Исаак смог расшифровать это в книге пророка Даниила. А может, сценарий гибели человечества показался ему слишком жутким и фатальным? Возможно. Единственное, о чём упомянул Ньютон, это то, что чёрной дате будут предшествовать разрушительные войны и страшные эпидемии. Однако современная наука в состоянии предугадывать такие глобальные угрозы. Сейсмологи наблюдают за колебаниями земной коры, благодаря чему могут за несколько часов предвидеть землетрясения. Метеорологи следят за температурой и ветрами, чтобы предупреждать о надвигающихся бурях. При современном темпе развития техники и технологий можете быть уверены, учёные спрогнозируют и другие виды опасностей, например, падение метеорита. Предупреждён, значит, вооружён. Подобные исследования очень важны с точки зрения безопасности человечества. Чем раньше мы будем знать о надвигающейся стихии, тем больше у нас шансов выжить. Александр Кандиайн. Они направлялись в район крымских пещерных городов. И миссия их была строго засекречена. Хотя никаких мероприятий по прикрытию экспедиции местное управление ОГПУ не проводило. На самом деле у путешествий в Барченко не нужны были никакие официальные прикрытия, потому что те годы можно было ехать по линии ОГПУ и НКВД абсолютно в любое место Советского Союза никому ничего не объяснять. То есть это было как бы определённое задание центра Москвы. Так какое же задание Москвы приехал выполнять в Крым Барченко? Официально целью работ было исследование пещер в Бахчисарайском районе. Тогда ходило много легенд вокруг этих мест. Люди рассказывали о странных голосах, слышных на древних развалинах Мангупа и Чуфут-Кале в ночной тишине. То ли плач, то ли шёпот, то ли смех, то ли всхлипывание призрачных людей, которые не в силах покинуть место, где, возможно, трагически оборвалась их жизнь. Кроме того, местные жители, пытавшиеся проникнуть, в пещеры, не раз отмечали изменения внутреннего психологического состояния и даже непонятные телесные ощущения. Как будто какая-то непостижимая сила, сокрытая в недрах, то ставила перед ними невидимые заслоны, то, наоборот, манила в подземелья. Некоторым, кому удавалось побывать в пещерах, находили там удивительные предметы, свидетельствующие о том, что здесь давным-давно существовала какая-то неведомая цивилизация. Но какая? В Крыму очень много исторических мест, исторических и, самое главное, еще и религиозных. То есть, там, где жили древние народы, там те же самые амазонки, там очень много сокрыто разного рода артефактов, там уникальные места в плане природных энергий, там очень много источников, там одно из наших мистических мест планеты. Там сконцентрированы знания, там было очень много цивилизаций, которые оставили после себя очень много следов. Древний Мангупс, историко-географической точки зрения, можно назвать крупнейшим пещерным городом в Крыму. Он занимает плато одноименной горы площадью без малого квадратный километр. Природа сделала это плато прекрасным местом для постройки здесь укрепленного поселения. Оно возвышается над соседними долинами более чем на 200 метров. С трех сторон его защищают крутые обрывы. А главное, плато располагает двумя источниками воды. Люди, конечно, этим воспользовались. Во всяком случае, многочисленные пещеры, сокрытые под скальной поверхностью Мангупа, исследователи считают городом. Причем не одним в этом таинственном крае. Часть пещер можно назвать скальными и подземными городами абсолютно смело. Причем они принадлежат к разным эпохам. И к эпохе, например, самых древних, еще до Тавров и до Скифов, и к эпохам Средневековья, к государству Феодора, к Крымской Готии и прочим вещам, которые до сих пор тоже покрыты просто флером загадок. Согласно древним преданиям, где-то еще в третьем или четвертом веках в Крым пришли готы. Они одними из первых среди германцев приняли христианство и имели тесные связи с Византией. Но уже в восьмом веке полуостров захватили Хазары. Готы восстали против незваных гостей, но были истреблены беспощадными кочевниками. Лишь спустя пять веков Мангуб смог возродиться. Город получил статус столицы Крымского княжества Феодору. Правители княжества были в родстве с византийскими владыками, разговаривали на равных с европейскими королями. Однако расцвету государству Феодора не суждено было длиться долго. Город-крепость Мангуб лишь на два десятилетия пережил Константинополь, пав от турецкого оружия в 1475 году. До сих пор в этих краях ходит легенда о маленьком мальчике, родителей которого убили турки, после чего он сбросился со скалы, не желая попасть в руки врагов. Теперь его дух в ночной тьме заманивает на край обрыва чужеземцев, пытаясь отомстить за своих родителей. Другая легенда гласит о том, что все сокровища Мангуба, восставшие против турков горожане, укрыли в пещерах в глубине горы. Причем среди этих сокровищ была какая-то особо ценная христианская реликвия. Турецкий визир Ахмед Паша якобы знал о ней и долгое время после взятия крепости пытался отыскать сокровища в пещерах. Есть даже легенда, что он упал со скалы во время поисков, и его дух до сих пор бродит здесь в напрасной надежде найти клад. И с этим духом сталкивается каждый, кто пытается проникнуть в пещеры Мангуба. Не он ли сводит с ума исследователей и ставит невидимые препятствия на пути в подземелье? Или что-то другое воздействует на следопытов? Все они встречаются с какими-то неопознанными объектами, то есть какими-то шарообразными или другой формы, какими-то предметами, которые там просто живут. Живут как одна из форм жизни в дальних углах этих пещер, грубо говоря. Похоже, что с подобными странными событиями в пещерах Мангуба столкнулась и экспедиция Александра Барченко в 1926 году. Вполне вероятно, что эксперты по эзотерике и паранормальным явлениям из особого отдела ОГПУ были к этому готовы. Обладая определенными знаниями и опытом, они могли обходить как физические препятствия, так и различного рода заклятия и наветы. Кстати, об истинной цели раскопок миссии ОГПУ в Крыму стало известно спустя несколько десятилетий, когда астрофизик Александр Кандиайн в частной беседе признался. Они искали некий чудесный камень, который многие сотни тысяч лет тому назад упал на землю с созвездия Орион. А теперь вспомним, что святой Грааль, по версии некоторых исследователей, представляет из себя таинственный кристалл Ориона. Не тот ли это камень, который, согласно библейским легендам, выпал из короны поверженного Люцифера? А затем якобы его подобрали ремесленники и превратили находку в нечто напоминающее чашу или кубок. Но удалось ли его обнаружить Барченко в пещерах Мангупа или нет? Тот артефакт, который он не нашел, зато он нашел элементы или письменности, либо знаний и столкнулся с сущностями, которые там могут быть. То есть он получил определенного рода информацию. Какую информацию мог получить чекистый эзотерик Александр Барченко, когда находился в пещерах Мангупа в 1926 году? Возможно, он выяснил, что Святой Грааль все-таки не кристалл Ориона. А что же тогда это такое? Чаша? Или вообще что-то другое? Кстати, а почему он отправился на поиски этой реликвии именно в Крым? По Крыму всегда у различных инстанций и до, и до, и до советских, и в царское время была обширная информация о том, что в Крыму существует подземный мир, который отличается, очень сильно отличается от остального привычного мира и других обычных пещер, которые есть в других местах. То есть что-то находилось там, о чем-то проникли и просочились такие слухи, которые заставляли спецслужбы еще в 19-м, и даже можно сказать в Екатерининские времена знали о том, что там происходит что-то необычное. Но Барченко, похоже, знал что-то еще. Он скрупулезно изучал древние легенды и мифы и всегда безошибочно выделял из этих преданий необходимую для исследовательских работ информацию. Поэтому логика размышления Александра Барченко была такова. Если придерживаться предположения, что какое-то время Грааль находился в Константинополе, а после разграбления города крестоносцами исчез и, согласно легенде, оказался в неком таинственном восточном замке, то не Мангуп ли это? Вероятно, Барченко получил именно такую информацию, когда исследовал легендарный пещерный город. Во всяком случае, он наверняка разгадал загадку так называемой «золотой колыбели». Она была изображена на гербе княжества Феодора. О том, что могла собой представлять Мангупская золотая колыбель, высказываются разные мнения. Одни считают, что это была купель из чистого золота, подаренная феодорийскому князю московским царем Иваном Третьим. Другие видели в ней сходство с колыбелью Чингисхана. Однако, Барченко, скорее всего, заметил одну важную деталь в росписях пещерных храмов, оставшихся со времени существования государства Феодора. В них часто присутствует мотив чаши колыбели с младенцем. В христианской традиции ребенок в чаши символизирует Христа. Кровь распятого Христа, как мы помним, была собрана в чашу. Чаша, значит, она содержала след этой крови. То есть, с физической точки зрения, свещественной, кровь испарилась, засохла и так далее. Только след, информационный след. Но все мистики, ну, в подавляющем большинстве считали, что чаша и копье, кстати говоря, они дают власть. Это очень нехорошо, но вот под властью они понимали владычество над миром. Возможно, что такой интерес к Граалю и заставил ОГПУ отправить в Мангу Барченко. Надо заметить, что экспедиция снаряжалась по личному указанию Феликса Держинского. Но, как известно, Барченко реликвию не обнаружил. Позже его объявили врагом народа и расстреляли. После чего к Мангупу интерес чекистов остыл. Во всяком случае, это официальная версия. Однако за всей этой историей, как выяснилось, полтора десятилетия спустя пристально следили спецслужбы Третьего рейха. И даже есть предположение, что результаты раскопок Барченко были известны в Берлине. Якобы в начале 30-х годов 20-го века сотрудники Лубянки обменивались с коллегами из немецкой разведки какими-то данными по паранормальным явлениям, в том числе крымскими. Правда, такое предположение, по мнению некоторых исследователей, бездоказательно. Хоть отношения между нашими странами именно в эти годы были достаточно теплыми, но не настолько, чтобы спецслужбы двух стран настолько откровенно обменивались информацией о найденных артефактах, тем более в Крыму, которые немцы всегда считали своим. Действительно, Крым немцы всегда считали своим, так как изначально его обживали древнегерманские племена Готов. Когда началась Великая Отечественная война и нацисты оккупировали полуостров, Адольф Гитлер приказал отправить в Мангуб специальную команду исследователей для поиска в священной реликвии. Фюрер, склонный к мистике, хотел в полной мере воспользоваться легендарными магическими свойствами этого сосуда. Ранее в Венском музее Хофбург нацисты нашли копье римского центуриона Лангина, которым он пронзил тело Христа. В этом артефакте руководители Третьего рейха также видели источник магической силы. Гитлер полагал, что копье поможет ему победить в войне своих врагов СССР, Америку и Великобританию. В 1942 году в обстановке строжайшей секретности немцы развернули в Мангупе свой поисковый лагерь. Руководил экспедицией группенфюрер СС Отто Олендорф. По его приказу были осмотрены храмы караимов, мавзолей дочери хана Тахтамыша Дженики Аханум и многочисленные пещеры. Искали в татарских мечетях и в руинах старых церквей и в развалинах крепости Керменчик. Однако Грааль немцы так и не нашли. Не могут его найти и современные кладоискатели, которые каждую весну приезжают в Крым и тайными тропами идут к пещерам Мангупа и Чуфут-Каля. А дальше пытаются проникнуть в подземелье. Но, как правило, эти попытки оказываются тщетными. Большинство ходов в пещеры либо тщательно кем-то скрыты, либо завалены камнями. Их просто так почувствовать и пройти нельзя. То есть они охраняются. Охраняются и физическими какими-то там преградами, которые сейчас сложно сдвинуть или там почувствовать, найти. В том числе и энергетически, какими-то духами теми же самыми. По всей видимости, тайна Чеши Грааля раскрыта будет нескоро. Должно пройти очень много времени для духовного и нравственного очищения человечества. Слишком большой силой обладает священная реликвия, чтобы оказаться в руках нечестивцев и властолюбцев. Поэтому, пока мы не избавимся от подобных пороков, Грааль будет оставаться всего лишь библейской легендой. Утром 23 сентября 1977 года у всех, без исключения газетных киосков страны, было настоящее столпотворение. Спешившие на работу люди требовали свежий номер газеты социалистической индустрии, которая вышла с необычной публикации. Настолько необычной, что люди не верили в ее существование до тех пор, пока сами не увидели статью. Так что же сообщила своим читателям газета? Вот краткое содержание публикации. Жители Петрозаводска явились свидетелями необычного явления природы. 20 сентября около 4 часов утра на темном небосклоне вдруг ярко вспыхнула огромная звезда, импульсивно посылавшая на землю снапы света. Эта звезда медленно двигалась к Петрозаводску и распластавшись над ним в виде медузы повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые производили впечатление проливного дождя. Через некоторое время лучевое свечение кончилось. Медуза обернулась ярким полукругом и возобновила движение в сторону Онежского озера. Далее в публикации следовали расплывчатые комментарии экспертов. Но всем, кто держал в руках газету, стало предельно ясно. Петрозаводск атакован НЛО. И если об этом сообщает издание ЦК КПСС, то никаких сомнений быть не может. В послевоенное время в нашей стране говорить, а уж тем более писать в газетах и летающих тарелках инопланетянах, а также о других не укладывающихся в традиционное понимание явлениях, было не принято. Тем не менее, какая-то информация об НЛО из иностранных источников просачивалась. Например, про розовый инцидент 1947 года или про таинственную зону 51 в США. Эту информацию распространяли на стянутыми суровыми нитками листах с машинописным текстом. Читали такие истории про аномальные явления в основном студенты и аспиранты технических вузов. Люди с учеными степенями воспринимали подобную информацию скептически. Никаких летающих тарелок или блюдец не существует, заявляли они. Опубликуемые в иностранных изданиях фотографии инопланетян обыкновенные фальшивки. У советской науки много других проблем, поэтому ей абсолютно не досуг заниматься проверкой всякого рода небылец. И вдруг в ночь с 19 на 20 сентября 1977 года в небе над Петрозаводском произошло нечто. Как раз в 1977 год он оказался наиболее урожайным на такие непонятные явления. Начался он с того, что Москву как следует тряхнуло в феврале. Это было первое за многие годы такое крупное землетрясение в Европе и в Румынии, которое имело отголосок в Москве. Москва встала на уши буквально на дыбы. Но потом наступил сентябрь и произошло нечто, что всколыхнуло общественность в полном смысле этого слова. Старожила Петрозаводска до сих пор с содроганием сердца, вспоминаю 20 сентября 1977 года. Где-то около 4 часов утра над городом завис огромный светящийся объект. Он имел непрозрачное ядро, окруженное по-видимому светящейся плазмой. Вначале это было нечто, отдаленно напоминающее яркую звезду на небосклоне, которая медленно перемещалась с запада на восток. Очевидцы сразу отметили, что непонятное явление связано с чем-то космическим. Возможно, с каким-то экспериментальным аппаратом, ракетой или вообще с инопланетной техникой. Потом яркая звезда разрослась, а точнее растеклась по небу и стала принимать облик медузы чудовищного размера. Почему именно медузы? Дело в том, что в период зависания объект выбрасывал светящиеся струи газов, напоминающие щупальца медузы. При этом некоторым очевидцам увиденное напомнило огненную бахрому. Вот физика возникновения этой самой бахромы, если честно, до сих пор непонятна. То есть, грубо говоря, газ, который истек из космического аппарата, достигнув какого-то предела, должен вместо распространения в бок, в стороны, должен вдруг опуститься в атмосферу и истекать некими стройами. То есть, иными словами, как это могло произойти, это большой-большой секрет и большая загадка для ученых. Видимый диаметр медузы очевидцы оценили примерно в 100 с небольшим метров. А высоту зависания над землей люди назвали по-разному от 5 до 7 километров. Странная медуза проплыла над центральной магистралью Петрозаводска, улицей Ленина. Затем объект остановился, еще больше увеличился в размерах. И вдруг из него брызнули на город тонкие красные лучи. похожие на струи проливного дождя. Видели его практически, ну, если не все жители города, то все люди, которые в это время находились на улицах и у окон своих, явления рассматривали пристально, некоторые фотографировали, снимали на кинопленку, снимали на фотопленку. Эти все фотографии остались. утром в окнах на верхних этажах некоторых домов были обнаружены круглые отверстия, причем стекла наружных рам оказались нетронутыми, а поражены были именно внутренние стекла. Позже эти окна с непонятными повреждениями были отправлены на экспертизу. Однако физики не смогли идентифицировать происхождение отверстий в стеклах, поскольку такого ровного, без трещин края не дает даже мощный лазер. Значит, это было какое-то неведомое для современной науки точечное высокотемпературное воздействие. Вот в том-то и фокус. То есть, когда рассматривалась версия МВД о том, что из рогаток ребята-хулиганы в одну ночь полгорода постреляли, вот, это, конечно, не выдерживает никакой критики. И вот такое высокотемпературное импульсное воздействие оно фактически оказалось сфокусированным именно вот даже не на первых стеклах, а на вторых. Это, естественно, нонсенс. Еще один интересный момент отметили очевидцы, среди которых оказались и водители автомобилей. Хотя в столь раннее утро нужда заставила сесть за руль далеко не всех. Шоферы заявили, что двигатели их машин неожиданно заглохли, когда они проезжали под этой самой медузой. Неопознанный объект висел над улицей Ленина около четверти часа. Затем вызвавшая переполох явления сдвинулась с места и переместилась в район порта на Онежском озере. Зависла над сухогрузом Волгобалк и в течение 10-12 минут повторила свой красный дождь. Силовые установки грузового теплохода также моментально заглохли. На городской станции скорой помощи начал разрываться телефон. Несколько десятков людей пожаловались на резкое ухудшение здоровья и потребовали немедленного приезда врачей. Страх, стресс у людей был, наблюдался, да? Наблюдался выведение из строя на некоторое время электронного оборудования. Но самое интересное, что из того объекта, который зависал, некоторые очевидцы рассказывают о том, что из него протянулся луч света, один единичный, на конце которого было нечто светящееся, вроде летающего блюдца маленького или некого объекта, которое впоследствии просто отделилось от этого луча и приземлилось на поверхность Земли. На следующий день весь Петрозаводск просто забурлил. Люди недоумевали и высказывали разные версии ночного инцидента. Региональный САПКОР ТАСС Николай Милов сразу отправился к директору Республиканской гидрометеорологической обсерватории Юрию Громову за разъяснениями. На что главный синоптик Карелии ответил так. Аналогов тому, что видели над Петрозаводском, раньше наблюдать не приходилось. Чем вызвано это явление, какова его природа, остается загадкой. Ибо никаких резких отклонений в атмосфере не отмечено не только за минувшие сутки, но и ранее. то есть что-то такое необычное, да еще для людей не извращенных так сказать переизбытком информации, ну выглядело действительно как чудо привлекло внимание. Появилась масса свидетелей, в том числе и муниципальные службы, и местные милиции, и скорая помощь, и дежурные на всяких там подстанциях. то есть город весь это сразу наутро весь узнал все, так сказать. вот, естественно скрыть это было нельзя. Один из очевидцев Петрозаводского феномена, преподаватель физики, ехал в ночь на 20 сентября из Ленинграда в сторону Петрозаводска. Вдруг он увидел, как в юго-восточной части неба среди звезд появилась и стала увеличиваться светящаяся точка. Казалось, что неизвестное космическое тело входит в плотные слои атмосферы. Вдруг из этого тела стали выделяться клубы серого дыма. Объект продолжал двигаться вниз. Облако вытягивалось, приобретая серебристый оттенок. При этом верхние лучи стали бледнее, а нижние, опускаясь к земле, светились интенсивнее. Потом облако приняло форму эллипса. Верхние лучи исчезли, а нижние протянулись до земли. Свет внутри облака стал красноватым. Потом объект исчез. Наблюдение длилось около 40 минут. Примерно в то же время стало известно, что явление в виде светящейся медузы наблюдалось не только с земли. Примерно за час до появления объекта в Петрозаводске аномалию в небе заметили пассажиры и экипаж самолета ночного рейса Киев-Ленинград. Борт уже готовился к посадке, как вдруг летчики сообщили в аэропорт Пулково, что нечто непонятное село им на хвост. Командир экипажа по радиосвязи с тревогой спросил диспетчера «Кто еще находится в моем воздушном коридоре?» «Никого нет», ответили с земли. Комплекс этих явлений не вписывался в некую классическую парадигму наблюдений. И, соответственно, скорее всего, можно предположить, что наземным службам, которых, естественно, запрашивали летчики, наблюдая нечто необычное, было дано распоряжение не пугать экипажа. У нас нет свидетельств, наблюдал ли РЛС, как бы наземных служб. Нечто скорее всего наблюдал, я думаю. В то время, пока экипаж самолета, следовавшего ночным рейсом из Киева в Ленинград, вел радиопереговоры с диспетчерской службой аэропорта Пулково, в салоне установилась зловещая тишина. Все, без исключения пассажиры, прильнули к иллюминаторам и с любопытством, которое ограничилось тихим ужасом, наблюдали за тем, что происходило за бортом. Тех, кто безмятежно спал, разбудили и предупредили о возможной аварийной посадке. Люди готовились к худшему. Это было какое-то явление, какое-то огромное существо, как говорили некоторые из них, из свидетелей, которое просто летело, находилось рядом с самолетом и ему не составляло никакого труда достигать скорости самолета, перегонять его или тормозить, отходить под прямыми углами, набирать высоту мгновенно и снижаться в противовес всем законам физики. Сообщение об инциденте в ночном небе Петрозаводска немедленно было отправлено в Москву. А спустя двое суток о событии написала та самая газета «Социалистическая индустрия». Материал о неопознанном летающем объекте появился также в Советской России и в «Известиях», но только в выпусках для Сибири и Дальнего Востока. В Москве и Ленинграде эти газеты вышли без новостей о происшествии в Петрозаводске. Дело в том, что центральные периодические издания печатались в региональных типографиях, куда по фототелеграфу заранее отправлялись редакционные матрицы. В европейской части СССР тираж запускался только спустя несколько часов. За это время органы цензуры успели внимательно изучить содержание и заставить дежурных редакторов убрать сомнительный материал. А сообщения об НЛО над Петрозаводском цензуры сочли именно сомнительным. В Советском Союзе официальная точка зрения была такая, что НЛО нет и ничего похожего на них быть не может, а все, что происходит, это какие-то или техногенные явления, или просто еще недопознанные какие-то явления природы. Так вот классифицировалась эта история с появлением странного медузообразного тела на Петрозаводском. Однако скрывать что-то было уже слишком поздно. Кроме того, сообщения об этом странном явлении стали поступать из-за рубежа, прежде всего из Финляндии, где не только наблюдали НЛО визуально, но и зафиксировали его на радиоэлектронных устройствах. Представитель управления внутренних дел Хельсинки утром заявил, что светящийся шар был виден с 3 часов 6 минут до 3 часов 10 минут местного времени. При этом полицейский добавил, что объект был очень ярким и оставил дымный след. На диспетчерской башне международного аэропорта финской столицы также сообщили, что следили по радару за светящимся шаром, который двигался на восток. Кроме того, диспетчеры отметили, что странное явление спровоцировало интенсивные радиопереговоры на территории Советского Союза в период времени, когда в эфире обычно полная тишина. Финские власти серьезно забеспокоились. Через несколько часов хельсинская редакция американского информационного агентства ЮПИ сообщила следующее. Яркий огненный шар, наблюдавшийся в течение около 4 минут ранним утром 20 сентября из Хельсинки, мог быть взрывом советской космической ракеты или последствием эксперимента с ядерным оружием. После чего финское правительство немедленно обратилось к Москве за разъяснениями. В самом деле, может быть, Советский Союз проводит какие-то испытания неизвестно чего, опасные для нас. И дело дошло до Леонида Ильича Брежнева, который сказал, безусловно, этим надо заниматься, это надо разобраться. Подключили военных, которые ничего не смогли толком объяснить. Одновременно подключили ученых. Была даже сформирована специальная комиссия Академии наук, в которую вошли авторитетные эксперты. Чуть позже директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн академик Владимир Мигулин объяснил загадочное петрозаводское явление эффектами связанными с запуском с космодрома Плесецк искусственного спутника Космос-955. В районе Петрозаводского, на севере страны, там много происходит различных таких явлений и метеорологического характера, в том числе даже достаточно редкие. Ну и само собой, поскольку рядом недалеко Плесецк были всякие запуски и так далее, которые тоже дополнительно давали интересные эффекты. Да, действительно, в ту ночь секретного космодрома Плесецк стартовала очередная ракета с космическим спутником военного назначения. А поскольку этот космодром находится не так далеко от Петрозаводска, то при определенных атмосферных условиях следы запуска ракеты вполне могут превратиться в необычные образы, которые предположительно отметили в своих рассказах очевидцы. Эти эффекты связаны с рассеиванием солнечного света на газопылевом облаке, образованном продуктами сгорания топлива. Метеорологи считают, что лучше всего такие эффекты видны в сумерках, когда трасса ракеты проходит в области, освещенной Солнцем, а наблюдатель находится на ночной стороне Земли, то есть в темноте. Форма газопылевого следа и его размеры могут меняться и достигать самых верхних слоев атмосферы. А поскольку все это происходит на высоте более 100 километров, то такие эффекты хорошо видны на больших территориях. Однако эту версию значительная часть исследователей считает несостоятельной. Во-первых, согласно свидетельствам очевидцев, объект висел прямо над головами людей, а не высоко в небе. Это было доказано специалистам по уфологии, доцентам Московского авиационного института Феликсом Зигелем, который моментально выехал в Петрозаводск после инцидента. Я был поражен тем, насколько профессионально с точки зрения науки тот же Феликс Юрьевич подошел к рассмотрению этого феномена. Он взял и прямо на одном листочке обыкновенном А4 в полярных координатах рассчитал высоту этого явления, зная о том, что наблюдался он в Петрозаводске, вот в Хельсинке, еще там в ряде мест, координат, которых были известны. Высота 20 километров. Вот. Ни о каких пусках космос, там номер такой-то, и речи не могло бы быть. И второе немаловажное замечание. Его приводят в качестве аргумента те исследователи, которые предпочитают рассматривать Петрозаводский феномен именно атакой инопланетного летающего объекта, а не эффектами от последствий пуска космической ракеты. Суть замечания следующая. Никакое атмосферное явление, да еще с высоты 100 километров, не способно точечно воздействовать на технику и выводить ее из строя, а также причинять вред живым организмам, как это было отмечено в ту ночь в Петрозаводске. Согласно собранным свидетельским показаниям, есть несколько эпизодов, говорящих о том, что во время Петрозаводского дива или Петрозаводского явления, как его по-разному называют, глохли моторы некоторых автомобилей, утверждают, что было воздействие на животных, было воздействие на здоровье людей, было воздействие на местность, и как, каким излучением на таком расстоянии возможно воздействовать на технику, на двигатели автомобилей, собственно говоря, никто не знает, как воздействовать на двигатели автомобилей, даже на маленьком расстоянии. Несмотря на многие нестыковки в выводах комиссии Академии наук, версия, что жители Петрозаводска наблюдали не летательный аппарат инопланетного происхождения, а просто очень необычный эффект, связанный с экспериментом по запуску космической ракеты, была представлена как основная и официальная. При этом никто не обратил внимания на одну деталь. Медуза появилась раньше. То есть, как вы понимаете, последствия эксперимента не могут возникнуть до начала эксперимента. Вот это несоответствие до сих пор не дает оснований нам считать, что все происходящее над Петрозаводском есть суть последствия космического запуска космоса 955-го. Явление видели уже за несколько часов до Петрозаводска, видели в Финляндии и видели из иллюминаторов самолета Киев Ленинград видели все пассажиры этого самолета, которые летели как раз в том направлении. То есть, оно появилось уже тогда. Прошел месяц после таинственного события в Петрозаводске. И вот утром 23 октября 1977-го года к дому номер 4 на старой площади в Москве подъехал черный лимузин. Из него выскочил мужчина средних лет с немного растерянным видом и быстро вошел в подъезд с вывеской Центральный комитет КПСС, секретариат. В руках мужчины была толстая папка. Визитера встретил референт отдела науки ЦК и провел в комнату для совещаний. Там уже ждали гостя, причем не столько его, а папку, которую он привез. на титульном листе папки было написано для служебного пользования феномен 20 сентября 1977-го года. Описание явления. Предварительный анализ данных. Изучение папки длилось почти сутки. Собранный секретариатом ЦК экспертный совет был шокирован приведенными в документах фактами, данными анализов и выводами составителей. Не было никакого сомнения, что происшествие в Петрозаводске не являлось эффектом, связанным с запуском космической ракеты. Но тогда что это? Было мучительно трудно признать, что событие связано с инопланетным разумом. Но других объяснений не было. Эта история будоражила сознание еще целых 15 лет. А потом как-то незаметно утихло. Утихло вместе с тайной, которую так никто и не смог раскрыть. Атлантический 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 год у Атлантического побережья Флориды. Группа гидрогеологов изучала край континентального шельфа близ Майами. Специальное технологическое судно для подводных и спасательных работ медленно буксировало на тросе профессионального водолаза в тяжелом скафандре. Водолаз осматривал песчаное дно, глубина которого составляла около 15 метров. И вдруг он увидел что-то округлое, похожее на черепаху или крупную рыбу. Чтобы идентифицировать непонятное существо, водолаз попытался приблизиться к нему максимально близко. В этот момент странный обитатель моря повернулся. У него была морда обезьяны и вытянутая вперед голова на непомерно толстой шее. Разглядывая человека в скафандре, чудовище подобно змее изгибало тело. Глаза были выразительные, как у людей, только гораздо крупнее и, по всей видимости, приспособленные к подводной жизни. По гидроакустической связи водолаз сообщил об увиденном наверх. С корабля тут же дали команду немедленно подняться на борт, предупредив, что встреча с этим существом предельно опасна. Однако загадочный их тендер атаковать водолаза не стал. Существо развернулось и моментально исчезло в полумутной морской бездне. наукой доказано, что жизнь на нашей планете зародилась в воде. Для этого в мировом океане есть все необходимое. Обильная белковая пища, кислород, обширные пространства для обустройства жилища, даже минеральные ресурсы. Так почему бы там не быть и разумной жизни? Есть даже предположение, что люди произошли не от обычных обезьян, а от земноводных приматов-амфибий. А вот все ли эти приматы вышли на сушу? Кстати, далекие предки китов когда-то оказались на земле, побродили по ней и вернулись опять в водную стихию. Им там показалось комфортнее. Поэтому нельзя отрицать и предположение, что часть обитающих в воде предков человека вышла на сушу, а часть осталась в морях. Не исключен вариант, что какие-то сухопутные приматы вернулись в океан и приспособились к жизни под водой. Человечество наверняка обязано своим происхождением в какой-то водной среде, потому что у трубы матери тоже водная среда. У трубы матери повторяют глобально всю историю человечества, которое тоже произошло оттуда, по теории эволюции. Но теорию эволюции сейчас уже многие отрицают, но те, кто считают себя эволюционистами и последователями дарвинизма, они говорят все-таки, что человек эволюционировал из водных млекопитающих. Не так давно знаменитый британский натуралист и криптозаолот Айвин Сандерсон опубликовал довольно занятную книгу о биологии неопознанных существ. Там автор выдвинул теорию, что на нашей планете существует высокоразвитое сообщество разумных млекопитающих, которое миллионы лет назад обосновалось на дне океана. На удивление с британским ученым согласилось немало исследователей. Действительно было бы странным если бы эволюция не породила в водной среде собственную цивилизацию. А если это так, то теория Сандерсона дает повод предполагать, что под жутким давлением воды в темноте и безмолвии морского дна могут обитать таинственные и нелишенные интеллекта ихтиандры. цивилизации мы сами того не подозреваем затрагиваем архиважный вопрос. А что такое цивилизация? А кого мы ищем в просторах космоса или под водой? Как выясняется, мы ищем самих себя с таким же уровнем морали, с таким же уровнем этики, нравственности, техники, законности, форм социального устройства? Вот кого мы ищем. А таких нет. Надо признать, что скептиков, подвергающих сомнению даже сама мысль о том, что в океане может существовать высокоразвитая цивилизация разумных существ, немало. Один из критиков теории Сандерсона и других исследователей, поддерживающих британского натуралиста и криптозоолога, небезызвестный Малком Скотт Карпентер. Он второй американский астронавт, совершивший орбитальный полет на космическом корабле Аврора в мае 1962 года. Однако в НАСА оказались недовольны работой Карпентера на орбите и отстранили его от следующих полетов. И тогда американский астронавт переключился на исследование океана. С 1965 года он стал заниматься подводными экспериментами в интересах военно-морских сил США. При этом активно сотрудничал со знаменитым океанологом и изобретателем акваланга Жаком Эвом Кусто. Карпентер побывал почти во всех уголках мирового океана. Опускался на большие глубины и нигде не встречал даже намеков на следы какой-либо подводной цивилизации. Он он отмечал что в воде под океаном в глубинах опасности для человека на порядок больше чем в космосе. Там совершенно другие освещенность температура химический состав среды там как бы силы тяжести да давление самое главное на каждом вот слое так сказать глубина там разные химические процессы в организме идут. То есть человека подобные сущности организовать там цивилизацию не может. Тем временем японские рыбаки по возвращении из Путина рассказывают удивительную историю. Например как моряки шхуны Немура вытаскивали на палубу трал с уловом и вдруг увидели в сетях странное существо которое оказавшись над водой разбушевалось и вырвалось из плена. Старожилы утверждают что это человекоподобные амфибии живущие в прибрежных водах острова Хонсю. Их также неоднократно видели рыбаки у берегов острова Авадзи. У этих существ есть даже прозвище которое им дали местные жители Капа. Очевидцы утверждают что этот Капа представляет собой нечто среднее между лягушкой и черепахой. Лягушачья кожа вместо носа клюв пальцы на руках и ногах могут быть соединены плавательными перепонками на голове короткая шерсть на спине может быть черепаший панцирь тело источает рыбий запах. Две руки Капы соединены друг с другом в районе лопаток. Если потянуть за одну то другая сожмется или вообще может выпасть. Однако есть другая разновидность Капы похожая на обезьяну. Все тело покрыто шерстью во рту имеются клыки носа практически незаметно на руках есть большой палец на ногах пяточная кость а черепашьего панциря может и не быть. На самом деле все большее число исследователей признают сегодня что мы под водой не одиноки то есть все что мы недоизучили под землей и под водой это вот как раз остается наши соседи по планете которые там обитают и создают а может быть создали давно уже и поддерживают свою цивилизацию какую-то и эти существа многолики и многообразные и по форме и даже скажем по содержанию так и очень часто входят с нами в контакт. Кстати упоминания о таинственных подводных жителях можно найти в мифах многих народов мира например у шумеров когда археологи исследуя развалины древней Месопотамии обнаружили глиняные таблички с клинописью и расшифровали их то один из документов показался исследователем наиболее любопытным в тексте упоминалась раса полурыб полулюдей которая обитала в пучине Персидского залива самое интересное что эти подводные обитатели одно время поддерживали тесный контакт с шумерами и не только поддерживали но и учили их как жить и развиваться в одной из шумерских табличек с клинописью была фраза следующего содержания у края моря что омывает Вавилон появились существа их прозвали Кулилу а главного величали Аонессом говорили они человеческим голосом как и мы днем они обучали нас письменности и всяким наукам когда солнце заходило существа снова погружались в воду залива потому что они были земноводными конечно данный древний текст можно принять за обычную шумерскую сказку однако некоторые исследователи склонны утверждать что такое могло быть и на самом деле вспомним что вся жизнь на нашей планете зародилась в воде вполне вероятно что и человек но не все вышли на сушу возможно из-за задержки в процессе эволюции или по каким-то другим причинам во всяком случае сегодня уже почти никто не сомневается в реальном существовании русалок то есть существ с человеческим телом и рыбьим хвостом а не те ли это кулилу из древних шумерских текстов русалки в принципе ну чем-то даже на нас похожи да то есть просто более приспособлены к питанию на морских глубинах да то есть они могут дышать под водой и для них созринено дыхание чистым кислородом вот у них созринено движение по воде потому что они их тела приспособлены к движению под водой соответственно это какие-то либо плавники либо перепонки да которые там позволяют отталкиваться от подводной массы вот соответственно общение между нами тоже крайне затруднительно потому что есть их язык общения есть наш язык общения и они разные конечно самым богатым на различные страны происшествия и сенсационные свидетельства в области паранормальных явлений считается 20-е столетие эти происшествия даже попытались собрать в специальный даджест хроники необъяснимых событий одна из глав этого сборника посвящена рассказу некоего Геннадия Боровкова из Риги когда тот отправился на отдых на Черное море было это еще до развала Советского Союза курортник увлекался подводной охотой но однажды он одномоментно покончил со своей страстью произошло это в Анапе Геннадий с подводным ружьем спустился в море всего метров на 7-8 и затаился в ожидании добычи и вдруг оцепенел из зеленоватой глубины прямо на него плыли огромные существа совершенно белые и с человеческими лицами без масок аквалангов с крупными рыбьими хвостами то существо что плыло впереди трех других увидело подводного охотника остановилось уставилось огромными выпуклыми глазами напоминающими человеческие к нему подплыли остальные и тогда существо махнуло рукой в сторону пловца не плавником а именно рукой хотя и с перепонками между пальцами и тут все стали разглядывать человека не подплывая ближе трех метров и вдруг как по команде быстро поплыли назад в открытое море шевеля только могучими хвостами когда они скрылись подводный охотник вылетел из воды больше он в море не заходит а на Каспийском море отдыхающие до сих пор опасаются купаться в районе Абширонского полуострова все началось еще в 60-е годы прошлого века когда несколько купальщиков на Каспии в районе Баку столкнулись напрямую лицо к лицу прямо с такими огромными существами двух трех четырехметровой длины у страха конечно глаза велики и им приписали даже огромные хвосты но дальнейшие встречи показали что речь идет об обычных похожих на людей существах просто гигантского роста которые выплывают из глубин большим любопытством относятся как бы осматривают человека местные жители прозвали этих таинственных существ рунаншахами само слово рунаншах иранское и в переводе означает повелитель вод доктор Али Джафаров научный сотрудник НИИ биологии российской академии наук считает что это человекообразное существо живущее в морской среде питается мелкой рыбешкой несмотря на то что рунаншах обитает в воде его иногда видят и лежащим на берегу выглядит он как человек среднего роста плотного телосложения с бледным голубовато-селебристым цветом кожи и зелеными как водоросли волосами лицо рунаншаха хоть и похоже на человеческое все же имеет некоторые отличия например отсутствуют уши и подбородок нос крупный и горбатый глаза большие и круглые конечности рук состоят всего лишь из четырех пальцев между которыми натянута перепонка ноги короче чем у человека и заканчиваются чем-то вроде ласт и некоторые даже люди которые потом рассказывали что они испускают какие-то сигналы которые порождают в мозгу определенные образы то есть эти люди представляли себе какие-то странные города какие-то постройки какие-то селения вот такие непонятные как будто из воздуха возникшие и потом снова исчезающие как и откуда таинственное существо с именем Рунан-Шах могло появиться у Абширона и почему исторические летописи ничего об этом чудище не говорят Каспий удивительное природное образование сейчас это самое большое соленое озеро в мире но есть мнение что раньше Каспий был морем исследователи предполагают что на его дне существует цивилизация и Рунан-Шах является ее представителем кстати раньше это существо встречали и на севере Ирана и даже в Туркменистане в районе Челикена исследователи уверены что цивилизация которой принадлежит Рунан-Шах одна из самых древних на земле и она жила себе тихо мирно скрытно от глаз человека пока не началась интенсивная нефтедобыча на Каспийском шельфе и безудержная эксплуатация рыбных ресурсов все это заставило Рунан-Шахов активизироваться но если даже в таком мелководном водоеме как Каспийское море предположительно могут обитать таинственные существа напоминающие фантастического ихтиандра из романа Александра Беляева «Человек-амфибия» то что тогда можно говорить об огромных океанских глубинах куда человеку попасть крайне затруднительно например в знаменитую Марианскую впадину Марианская впадина или Марианский желоб самое загадочное место в мировом океане причем наибольшую глубину в этой впадине имеет так называемая бездна челленджера расположенная на юго-западе желоба и уходящая вниз более чем на 11 километров впадина всегда привлекала внимание ученых начиная с середины прошлого века несколько международных научных экспедиций исследовали ее дно задаваясь вопросом а могут ли там обитать хоть какие-то живые существа находясь под давлением океанических вод в 1100 атмосфер при низкой температуре и в полной темноте первыми измерили глубину желоба советские ученые в 1957 году они же доказали что даже при таком огромном давлении там обитают живые организмы но кто именно представить себе вот эти размеры эти глубины можно мысленно поместив Эверест в Барианскую впадину то есть если его туда поставить то еще можно представить что 2 километра еще над Эверестом будет еще воды вот это вот такой ужас такое давление которое давит на все объекты которые там находятся на этой глубине 10 940 там плюс-минус 40 еще вот это вот казалось бы такая глубина на которой на сантиметр давит там несколько десятков тонн давление такое имеет место как там можно жить на самом деле живут еще как в 1960 году батискав триест с учеными из США на борту опустился до самого дна и пробыл там целых 12 минут по сей день повторить это не удалось никому гидронавты смогли увидеть несколько странных крупных рыб в 90-е годы прошлого столетия японские ученые смогли взять пробы грунта со дна позже в нем обнаружили несколько видов простейших организмов ранее неизвестных науке и вот в 2003 году экспедиция судна гломар челленджер начала спуск новейшего аппарата для исследования глубин впадина вдруг приборы стали записывать какие-то странные звуки напоминающие скрежет при распиливании железа а на экране монитора люди увидели тени каких-то огромных монстров звуки продолжались более часа и ученые решили срочно поднять аппарат на поверхность не на шутку испугавшись что дорогостоящее оборудование сгинет в пучине через 8 часов аппарат подняли и все пришли в ужас от увиденного металлические части приборов исковерканы а 20-сантиметровый трос на котором опускали оборудование почти полностью перепилен какое же чудище смогло это сделать позже исследователи предположили что гидронавты неосознанно вторглись в некую запретную зону зону обитания каких-то существ возможно даже разумных вот только непонятно был ли контакт этих существ с гидронавтами дружелюбным или агрессивным более логично второе загадочные монстры защищали свое глубоководное место обитания от незваных пришельцев однако исследователи не похоронили идею вновь проникнуть в эту зону дело то что обитателей подводных разумных обитателей подводных глубин осталось очень мало их реально не так много встретиться с ними тоже тяжело нередко когда сами как-то выходят на контакт или поднимаются там поверхность общение с ними может нам дать знание подводной глубины исследователи убеждены что в бездне гигантского желоба обитает какой-то диковинный зверь скорее даже целая колония загадочных монстров косвенным подтверждением этого стали недавние находки на берегах северных Марианских островов и острова Гуам это сравнительно недалеко от границ впадины местные жители там натыкаются на мертвые тела 80-метровых чудищ также на этих островах были найдены гигантские зубы сейчас ученые спорят кому они могут принадлежать одни доказывают что это останки громадной доисторической акулы предполагалось что эти акулы вымерли около 3 миллионов лет назад но найденные зубы гораздо моложе при этом ряд исследователей считает что это некие разумные существа погибшие в пучине и выволоченные своими сородичами на сушу но для чего загадка которую никто пока не может разгадать то есть эти существа обладают такими свойствами которые просто не присущи ни одному живому существу на свете но и еще более интересно то что при них например существуют какие-то другие еще твари которые живут паразитируют там на них при них как рыбки лоцмана при акулах периодически они вгрызаются в это основное тело там удаляют например какие-то больные пораженные органы с челюстями своими как бы вгрызаются и как бы хирургами такими живыми работают вот такие вот вещи там происходят но это только малая доля того что известно про марианских обитателей сейчас уже мало кто из исследователей сомневается что в глубинах мирового океана вполне может существовать древняя цивилизация причем по своему развитию она может даже опережать нашу в подтверждение этому можно привести пример с последней необычной ситуацией которая произошла с научно-исследовательским батискафом кальмар австралийских военно-морских сил подводный аппарат работал в так называемой котловине Беллинсгаузена эта котловина находится в юго-восточной части Тихого океана между материковыми склонами Антарктиды и американского континента максимальная глубина составляет там около 6 километров батискаф был снабжен видеокамерой с дистанционным управлением и шел в 40 метрах над дном во время съемки в объектив попали странные объекты овальной формы с четкими контурами излучавшие сильный внутренний свет после изучения видеозаписи учеными Мельбурнского университета и специалистами ВМС Австралии был сделан вывод что камера батискафа зафиксировала какие-то сооружения явно искусственного происхождения решено было повторить съемку этого же района через пару недель батискаф снова опустили в то место где были загадочные постройки но там кроме ровного дна уже ничего не было хозяева глубин предпочли замести все следы своего присутствия это загадочное событие произошло в 1974 году в двух километрах на восток от румынского города Айот группа рабочих трудилась в песчаном карьере на берегу реки Муреш неожиданно искавшая экскаватора вместе с мелкозернистым песком на землю выпали три небольших но очень странных предмета эти предметы находились на глубине около 10 метров от поверхности под сильно затвердевшим от времени дерном рабочие обратились за разъяснениями к местным властям и те прислали археолога любителя в двух предметах археолог опознал останки какого-то животного а вот третья находка вызвала у исследователей недоумение это было что-то напоминающее каменный топорик все три предмета тут же отослали в археологический институт города Клуйнопока там артефакты очистили от многовекового налета останки животного опознали быстро это были части коренных зубов молодого мастодонта мастодонты предки современных слонов обитали на планете несколько миллионов лет тому назад третий же предмет опознать не удалось когда провели химический анализ странной находки то выяснилось что она полностью из металла и безо всякого сомнения являлась творением рук как минимум представителя рода хомохабелес то есть человека умелого как этот предмет мог оказаться в отложениях грунта возраст которого не менее миллиона лет эта загадка шокировала ученых и самое главное заставила серьезно заподозрить то что история нашей планеты скрывает что-то очень важное и абсолютно нам неведомое странные находки происхождения которых никто и никак не может разгадать происходят в мире с завидной регулярностью при этом исследователи склонны тщательно скрывать факты их существования и все потому что таинственные артефакты полностью перечеркивают привычную картину мироздания в декабре 1852 года неподалеку от Глазга в Шотландии в куске угля был обнаружен железный инструмент необычного вида некто Джон Бьюкинен представил эту находку местному ученому совету и сопроводил ее письменными показаниями пяти рабочих присутствовавших на месте открытия ученые изучили предмет и вынесли вердикт это наконечник багра утерянного горняками в доисторические времена но предмет находился внутри куска минерала это во первых а во вторых добыча углеводородов в этом районе никем и никогда не проводилось в 1891 году в американском штате Южный Иллинойс опять же в куске угля была найдена золотая цепь длиной приблизительно 10 сантиметров плетение было настолько необычным что привело в изумление всех кто ее видел находка подтверждена многочисленными свидетельствами возраст породы из которой извлекли артефакт соответствовал пятому геологическому периоду палеозойской эры а это было около 60 миллионов лет назад чуть позже южноафриканские старатели нашли в одном из месторождений пирофилита несколько сотен металлических сфер на дом из шаров оказались три параллельные бороздки по экватору интересно что пирофилит это мягкий минерал и он образовался около трех миллиардов лет назад шары же найденные в нем хоть имели внутри волокнистую структуру но обладали очень твердой металлической оболочкой которую нельзя поцарапать даже стальным предметом находок из разряда запретной археологии достаточно много на территории России конечно самые известные это вольфрамовые спирали из месторождения реки Нарада к слову сказать вольфрамовые изделия не могут возникать в природе и их наличие однозначно говорит об их искусственном происхождении кроме кроме этого я напомню об обнаружении каменных дисков их в этом году обнаружили ну как минимум в двух местах метровый диск был найден и сейчас доступен для исследований он находится в Кемеровском кровеческом музее в марте его доставили туда то есть совсем недавно 31 января 2005 года в Беловском районе Кемеровской области в горной выработке одной из шахт были обнаружены два странных диска эти диски по словам шахтеров оказались из очень прочной породы аргелита диаметр каждой находки составлял примерно метр а вес почти 200 килограммов один из дисков был сильно поврежден ковшом экскаватора во время работ и восстановлению не подлежал но второй очень похожий на уменьшенную копию летающей тарелки оказался почти идеально целым вот эти все находки они будоражат воображение заставляют думать о том что не все так гладко в нашем доисторическом прошлом что нужно проникать в него уже с другими какими